Музыка Шалом абхаха, община хафетсхайм У нас приближается шаббат, поэтому повторим некоторые законы шаббата Напомним, что в шаббат запрещены работы, которые выполнялись при строительстве Мешкана, переносного храма И запрещены не только те работы, которые выполнялись для Мешкана, но и похожие на них Все же между ними есть разница То есть те работы, которые выполнялись непосредственно для Мешкана, они называются авот Ладот, дословно отцы, то есть базисные работы Их тридцать девять А те, что похожи на них, то ладот, порождение Беседр и те, и другие, конечно, одинаково запрещены В чем разница? Разница проявлялась в законах принесения грехочистительной жертвы при неумышленном совершении этих работ То есть у нас не только тридцать девять работ, но тридцать девять плюс, как бы мы сказали сейчас современным языком Потому что тридцать девять у нас работ, которые называются авот А затем еще есть множество таладот Беседр, сегодня мы с вами поговорим о мелахе, о работе, которая запрещена Борэ, отбор В шаббат запрещено отбирать Немножко мы должны углубиться в нюансы Потому что не каждый отбор запрещен, но и не каждый отбор разрешен Итак, базисное, что мы должны запомнить с вами, что такое отбор Представить себе, как урожай Как отделяли при селекции урожая Зерна от соломы И мелкие камушки, другой сорт То есть ненужное от нужного Вот это запомним Ненужное от нужного Беседр То есть, допустим, представьте сито Насыпали туда зерно Сор просеялся И зерно осталось наверху Бобы и все, что хотите, неважно Она называется мелаха Борэр Мелаха на иврите это работа Борэр запрещено Тоф, теперь давайте посмотрим, о каких видах говорит эта мелаха Надо запомнить Всегда, когда говорят о мелахе отбора Используются термины Съедобное и несъедобное То есть, каждый раз, когда перед нами лежат два вида Из которых нужно выбрать один Мы сталкиваемся с проблемой отбора Борэр Естественно, не обязательно, чтобы речь шла здесь о зерне О бабах и так далее Это был лишь такой базисный пример Который мы должны иметь в виду Когда мы сталкиваемся с той или иной конкретной ситуацией в шаббат Запрет этой мелахеи Относится не только к еде Но к любым предметам, представляющим два вида Беседр Итак, времени у нас мало, поэтому скажем лишь самое главное Наши мудрецы учат Что еврей только тогда нарушает запрет Тора на отбор Когда он выбирает тем же способом Как это делают в поле или в хранилищах Запомним Тем же способом, как это делают в поле или в хранилище То есть, действие считается отбором Если оно совершается одним из трех способов Первое Если выбирают несъедобные части из пищи И здесь нет разницы, нужно это в данный момент или через некоторое время Если выбирают съедобную часть из несъедобной Не собираясь ее использовать в данный момент Это важный нюанс И третье Если выбирают съедобную часть из несъедобной Даже для немедленного использования Но с помощью какого-либо инструмента Беседр Это теория Сейчас потихонечку будем переходить к практике Нужно сказать Что главный признак В зависимости от которого Действие считается запрещенным или разрешенным Это сделано ли оно таким образом Как это делают при отборе Мы чуть-чуть раньше об этом уже упомянули Либо таким образом Как это делают при еде Что это значит? Есть случаи Когда даже сделанные с помощью инструментов Инструмента действия А также отбор в несъедобную и съедобную Могут считаться способом еды И разрешаются То есть смотрите Только что мы сказали Что если мы используем инструмент То это проблема Но есть исключения Как у нас обычно и бывает Итак Какие условия должны быть для отбора? Должны обязательно присутствовать два вида Если только один вид Даже большой кусок и маленький Можно выбирать любым способом Второе Чтобы два вида пищи были перемешаны Человек выбирал из смеси видов Один из них Но если они уже разделены Можно взять один Это не называется мелахой То есть они Эти два вида пищи Должны быть перемешаны И должна выполняться Мелаха отбора То есть чтобы Осуществлялось два условия При которых действие считается мелахой Должна осуществляться цель мелахи И выполнение должно быть соответствующим образом То есть другими словами Человек нарушает шаббат в том случае Если своими действиями он достигает цели мелахи отбора Еще проще Если мы видим что мы как бы исправляем продукт Отбором Допустим Жирный суп Мы убираем жир Жир мы не будем есть Суп мы не будем есть Может быть позже Может быть сейчас Не важно Мы убираем жир с этого супа Получается что мы как бы Исправляем этот продукт Если с жиром мы суп не будем кушать Мы исправляем этот продукт Что надо сделать Просто чуть-чуть жира оставить Чуть-чуть То есть как будто Мы не доделали до конца работы Ну как пример Беседа Итак Значит Более всего у нас Встречается это мелаха Когда мы пытаемся что-то понять Выбирать, не выбирать Как выбирать Когда мы кушаем И мы с вами только что встретились с понятием Процесс еды Что это такое процесс еды То есть Если мы выбираем съедобное из несъедобного Причем делаем это рукой И для того чтобы использовать немедленно А не через некоторое время То в процессе Это считается в процессе еды И оно не является Мелахой боре Не является отбором То есть мы ничего не нарушаем в данном случае Поэтому Это нужно делать Что такое немедленно Непосредственно перед трапезой И Время Конечно же меняется В зависимости от объема трапезы То есть если на трапезу Приглашено много гостей То она требует более серьезной подготовки И начинается эта подготовка раньше Поэтому Время когда обычно начинают готовить трапезу Считается что мы уже сортируем В процессе Еды Имеется ввиду Когда мы готовим Ну разрешенные блюда Естественно без всякой варки И без ничего Салаты там и так далее Уже в шаббат До шаббата нет законов шаббата Это всем понятно А вот в шаббат Если мы готовим трапезу И много у нас гостей придет То процесс еды Как аллахическое понятие Начинается когда мы начинаем готовить трапезу Беседэхо Теперь Давайте немножко поговорим Про отбор рукой Прежде всего Общее правило Что когда разрешается Отделять пищу от несъедобных частей Непосредственно перед едой Подразумевается Что мы должны делать это рукой Так как только тогда считается Что мы делаем это в процессе еды Это понятно Отбор же с помощью инструмента Не разрешен Почему? Потому что это называется Путем совершения Мелахи И здесь нужно отметить Что есть исключения То есть есть случаи Когда сортировка с помощью инструмента Входит в процесс еды Тогда разрешают Выбирать инструментом Наверное Неподготовленный человек Уже запутался Поэтому еще раз Повторим Самое главное У нас есть процесс еды И у нас есть Процесс Давайте назовем его Мелахи Что такое процесс Мелахи Это кто как делалось В хранилищах На поле Допустим Было количество чего-то Брали Какую-нибудь Мотыгу Это я сейчас Образно говорю Сито Любой инструмент Абсолютно И Отбирали Несъедобное От съедобного Так нам нельзя делать А если Использование Инструмента Оно вообще Входит в процесс Еды То есть мы Не едим руками Мы едим вилкой Ножом То тогда Можно выбрать Инструментом Даже Если при этом Мы разделяем Съедобное Несъедобное Почему? Потому что Процесс еды Включает Пользование Этими предметами Поэтому Давайте Практически Посмотрим На это все Если перед нами Рыба Вкусная И в рыбе Есть кости Можно конечно Съесть рыбу Вкус костями час. Вот сейчас на тарелке у нас вилка. То есть, что? Все, что мы сказали, это только во время еды. Перед едой, в момент приготовления пищи, не надо пользоваться этими инструментами для того, чтобы отделить съедобное от несъедобное. Например, есть мясо. Мы хотим отделить мясо от костей. То если мы готовим трапезу, это надо сделать рукой. А если это у нас на столе, это можно сделать инструментом. Вот эту разницу надо очень-очень понять и не... К сожалению, немногие о ней знают. В процессе еды можем инструментами отделять съедобное от несъедобного. А до процесса еды как такового, принятия пищи как такового, то есть, когда мы готовим трапезу, но еще не приступили кушать, мы это должны сделать руками. Ну, точно такой же пример, допустим, мы хотим, не знаю, снять сливки с молока, да, чтобы добавить их в кофе. Ложкой нельзя это делать. Нельзя. Потому что это будет считаться отбором с помощью специального предмета. Что делать? Слить сливки с молока. А как ложкой можно снять? Да, можно. Каким образом? Можно взять немного молока вместе со сливками. Или оставить немного сливок в молоке. Да, и мы таким образом, получается, мы не не докончили исправлять продукт. еще немножко скажем про снятие кожуры с плодов. Можно это делать? Можно. А почему? Ведь таким образом мы отделяем несъедобную часть от съедобной, что, в принципе, даже запрещено во время еды. Здесь очень простое объяснение. Нет, если нет другого способа съесть плод, считается, что мы делаем это в процессе еды. Потому что этот плод так едят. Поэтому, если этот плод так едят, это действие не подобно отбору. И это разрешено. Поэтому можно снимать кожу ножом. Однако, есть уже сейчас ну и тогда были, но особенно сейчас разнообразные всякие tools применения при механизме для чистки. Там взял, допустим, и яблочко почистил за пару секунд буквально. Раз, два, три и все. Такие специальные штуки, похожи то ли на ложку, то ли непонятно что, с лезвиями. Видели, наверное. Так вот, это считается специальное приспособление для чистки. Им пользоваться в шаббат нельзя. А ножом можно. Без эда. ну, иногда, особенно в странах, где распространены арбузы, дыни, возникает момент, что с ними делать. Как эти косточки, что есть, как от них избавиться. в принципе, вот, допустим, у нас есть арбуз. Как вынуть косточки из арбуза? Получается, если мы вынимаем косточки, то мы отбираем несъедобное из съедобного. Есть авторитеты, которые разрешают это делать, а есть авторитеты, которые устражают. Поэтому, какая наша задача? Постараться соблюсти по всем мнениям. Теперь, здесь есть такой теперь нюанс, насколько сильно косточка прикреплена к плоду. То есть, если одной рукой взяться за косточку, а другой потянуть плод, то получится, что мы отделяем съедобное от несъедобного. Кстати, то же самое с плодоножкой, например. Если мы вовьемся за плодоножкой, но потянем плод, видите, то есть, как бы, последнее, да, у нас действие, основное, это съедобное отделить от несъедобного, то тогда мы ни с какой проблемой не сталкиваемся и можем это сделать, и по всем мнениям мы выйдем. Ну, как вы понимаете, если перед нами арбуз, и в арбузе много косточек. Кстати, в Израиле эта проблема решена. Почти. Их настолько мало. Сейчас мы поговорим, что с ними делать. Пока лишь скажем, что, что для того, чтобы выйти по всем мнениям, берем в одну руку то, что хотим отделить, в другую плод, и тянем плод съедобный. Вот такие нюансы. А если косточка крепко связана с плодом, или много косточек, ну, в винограде, например, что делать? Кушаем, выплевываем косточки, аккуратненько. Арбузы и дыни. Ой, красота! Шаббат, холодный арбуз, кто не любит, да? Но в них бывает много зернышек. Что надо сделать? Разрежаем на части арбуз, и стряхиваем его с силой, чтобы косточки выпали. Ну, поэтому это правильно делать на кухне или где у нас место приготовления пищи. Если мы будем сидеть за столом и трясти арбуз, то все у нас гости будут в косточках. А оставшиеся косточки, зернышки, здесь есть новое решение. Можно их вынуть измененным способом. Ну, конечно же, не ногами и не локтями, но измененным способом. Обычно мы руками вытаскиваем зернышки. Можно это сделать другой частью фаланги пальцев. Ну, это будет бащеной, то, что называется, измененный способ. если по каким-то причинам это трудно сделать, можно опереться на мнение облегчающих закон. То есть, что можно отделить косточки от арбуза спокойно, без проблем, потому что они не прикреплены и так далее, и тому подобное. Беседов, очень важный вопрос, ситечка. ситечком нельзя пользоваться в шаббат даже для отделения съедобного от несъедобного. Почему? Потому что это отбор с помощью специального прибора, мы уже с вами знаем. Также запрещено нам пользоваться ложкой с дырками. Ну, вы знаете, вынимают там куски из соуса или супа. Почему? Потому что как мы вынимаем, то мы и делаем отбор. И завершающее, давайте скажем про важный момент заварочный чайник и пакетик чая. Очень-очень распространены разные нарушения из-за незнания закона, из-за неправильной интерпретации. Скажем несколько слов. Итак, нам нельзя использовать заварочный чайник с дырочками внутри. В каком случае? Если заварка еще перемешана с чайными листьями. Почему? Потому что наливая заварку мы будем фильтровать чай. а это отбор в чистом виде. Поэтому человек, заваривший чай в чайнике с дырочками, должен выливать чай не через носик, а сбоку. То есть выливать нужную нам часть надо до тех пор, пока мы не достигнем части, смешанной с осадком. И если это делать непосредственно перед питьем, то можно выливать полностью жидкость, полностью всю жидкость. Это ко всем напиткам относится. следует остерегаться отбора и в случае с пакетиком чая, поскольку пакетик сам является фильтром. Внимание! С пакетиком чая тоже нужно остерегаться отбора. Почему? пакетик сам является фильтром. Поэтому в шаббат нельзя вынимать пакетик из чая, так как это самый настоящий отбор. И в этой ситуации нет другого выхода, кроме как сливать чай, пока мы не достигнем части, смешанной с пакетиком, и оставить его в стакане. А больше того, запрещается даже пить, так как мы отделяем таким образом напиток из смеси с листьями. И хотя это делается в процессе еды, не разрешает выбирать съедобное из несъедобного. Как мы с вами учили, даже во время еды не разрешает выбирать съедобное из несъедобного с помощью инструмента. Почему? Потому что в этом случае нет необходимости использовать инструмент. Если мы едим рыбу, например, мы никогда не едим руками. мы всегда едим ножом, вилкой и так далее. В данном случае это не применяется. Если мы вынуждены здесь применить нечто, то значит это использование ненужного инструмента. Значит что нам нужно делать с чаем? Так как здесь очень легко совершить нарушение. Готовим чай до наступления шабата. Каким способом? Чтобы заварка не была смешана с листьями. И тогда мы будем уверены, что не придем к нарушению шабата. Заварили чай, перелили его временно, сполоснули чайник, выбросили, обычно чайнички все маленькие используют, выбросили ненужные листья и все остальное, залили обратно чистую заварку. биседр красота. Ну, бисгат ашем здесь нам нужно правильно очень подходить. поэтому милаха отбор одна из самых часто встречающихся в шаббат. И должны мы с вами быть внимательными. внимательными и помнить о тех принципах, которые мы сказали. Конечно же, мы сказали не все, есть много еще и другого интересного, но основное мы затронули. Кому интересно, обязательно откройте Аллахот, есть много интересного в интернете, есть и наши книги, особенно хорошо, конечно, кто знает иврит, надо учить иврит для этого, чтобы открыть в оригинале Мишну Бруру, внимательно почитать, мнение такое, мнение такое, все это правильно и особенно хорошо это изучать в шаббат, законы шаббата. Чего нам всем желаю, шаббат шалом.